В 1895 году английский ученый Крукс проводил эксперименты по электрическому разряду в газах при низких давлениях. Прибор представлял собой стеклянную трубку, в которой помещены металлические электроды, отрицательно заряженный катод и положительно заряженный анод. Трубка заполнялась различными газами при очень низком давлении, 10 в минус четвертой степени атмосфер. Стекло на конце трубки, противоположном катоду, было покрыто фосфорисцирующим материалом. При подаче на электроды высокого напряжения конец трубки сильно светился. Когда Крукс помещал внутри трубки препятствие в форме креста, в области свечения появлялась тень. Это позволило сделать вывод, что из катода исходит пучок лучей, распространяющихся линейно. Крукс назвал их катодными лучами. Чуть позже английский физик Томпсон изучал отклонение катодных лучей в электрическом и магнитном полях, помещая в трубку Крукса источник электрического поля и магнит. С помощью расчетов Томпсон установил, что катодные лучи представляют собой поток отрицательно заряженных частиц. Их назвали электронами. Электрон — греческое название янтаря, камня, способного к электризации при трении. Меняя газы внутри трубки и материал электродов, Томпсон сделал вывод, что электроны присутствуют в любом веществе.